Здравствуйте, меня зовут Сергей Панян и я являюсь профессиональным боксером. Меня отец привел на тренировку, будучи девятилетним парнем, но так и затянуло меня. Придя на первую тренировку, там были все возраста, не как сейчас, маленькие, большие. Я был, будучи скромным, не стеснялся очень сильно поздороваться с взрослыми пацанами. Ну, в процессе всего подружился с ними и поехал все. Эмоций очень много, как положительные, так и отрицательные, потому что в ринге находятся два человека и кто-то из вас по-любому проиграет. То есть на таком маленьком промежутке находится сразу и счастье, и радость, и горечь, поражение и всего остального. В данный момент я боксирую в организации хардкорбоксинга и хочу выиграть там пояс для начала. Потом посмотрим. Что они глупые, что они там тупят, да и все. Больше стертипа в принципе нет. Я не согласен, потому что я думаю, что это от человека зависит. Просто большинство людей в спорте, не только в боксе, очень много времени уделяют ему. Из-за этого они не уделяют книжкам и каким-то базовым знаниям. Ну и в принципе бокс это такой вид спорта, где обычно они очень благополучные семьи, бывают люди, которые этим занимаются. Бокс признан самым сложным видом спорта в мире. И там нужно не только обладать физическими качествами, как и техническими и интеллектуальными. Потому что если вы оба сильные, то из вас выиграет тот, кто умней. В подростковом периоде у меня были какие-то ритуалы перед боем. В последующем, когда я стал старше, я понял, что они являются слабостью. И жизнь тебя заставит все равно выйти на ринг без них. И тогда ты будешь сомневаться в себе, потому что ты не сделал то или иное. И в последующем они будут зарождать в тебе ненужные и негативные мысли. Поэтому я от них уже отрекся. Это с монарик побои складывается. Но так я стараюсь быть сфокусированным, полностью в процессе находиться. Видеть все его изъяны, все ошибки. Ну и понимать, выиграю я, проиграю я, что вообще происходит в ринге. Ну, смотря как у него соперник, на самом деле. Если он длинные руки, то нужно самое быстрое, это сближаться к нему. Максимально близко к нему находиться, потому что у тебя руки короткие, рычаги. А если у него длинные, ему будет это неудобно. Поэтому нужно сближаться. Если он получает много травм, и если у него нет желания, то я считаю, что бокс – это не его. Если же у него есть желание, и здоровье позволяет, я думаю, что он может достичь всего, чего представляет себя, и даже не представляет. Есть много примеров людей, которые 22 года уже достигали всех титулов, которые возможны. Есть также примеры, которые в 49-летнем возрасте становились чемпионами мира. Поэтому я считаю, что у каждого есть свое время. Как я уже говорил, самое главное – это желание человека, ради чего он все это делает. А если он закончит карьеру, и на самом деле бокс дает очень много преимуществ, в том плане, что ты можешь быть не только боксером, ты развиваешься как человек, тебя узнают люди, ты с многими знакомишься, и тебе довольно надо быть разносторонним человеком. Поэтому ты можешь заниматься той профессией, что тебе будет нравиться, потому что ты также обладаешь всеми качествами мужчины, для того, чтобы перепрыгивать трудности, переходить, преодолевать. Ничего не бойтесь, продолжайте заниматься, у вас все получится. Сколько было у меня синяков, травм, все это я преодолел, потому что у меня всегда были амбиции и желания. Если у вас они присутствуют, то вы можете преодолеть любое, все, что у вас будет на пути. Субтитры создавал DimaTorzok